Сотрудников полиции с первого взгляда не узнать поверх формы костюмы химзащиты. На мир смотрят только сквозь защитные очки. Обязательно медицинские перчатки и маски. При проверке тех, кто находится в режиме самоизоляции, правоохранители максимально соблюдают меры безопасности. Дистанция не меньше полутора метров. Как себя чувствуете? Все хорошо? Пока вроде не живут. Никаких жалоб нет? Нет. Следующий визит в семью, которая вернулась с острова Бали. Уже больше недели они находятся в режиме самоизоляции. Анализы показали – вируса нет, но страховка лишней не будет. Им предстоит пройти контрольный тест. Туристы к проверкам привыкли. Относятся с пониманием. Мероприятия по обеспечению охраны общественного порядка и выявлению нарушителей санитарно-эпидемиологических норм сотрудниками полиции продолжаются на постоянной основе. В настоящее время в отношении лиц, допустивших нарушение санитарно-эпидемиологических правил, предусмотрена административная ответственность. В настоящее время решается вопрос об ужесточении наказания за данные виды нарушения. Штраф за нарушение режима доходит до 80 тысяч рублей. Но это пока. Госдума уже приняла поправки в законодательство, согласно которым в случае, если нарушитель заразил других, может грозить и уголовная ответственность, то есть реальный срок. За день полицейские проверяют несколько тысяч человек. Если у них есть автомобили, контролировать их передвижение становится проще. В этом случае на помощь приходит искусственный интеллект. Данные факты мы выявляем с помощью камер фото-видеофиксации, установленных на территории области на дорогах. В ходе выявления таких фактов сотрудники дорожно-патрульной службы собирают соответствующий материал и направляют его в Роспотребнадзор. Базы данных пополняются ежедневно в автоматическом режиме. К борьбе с вирусом подключились все службы и ведомства. По словам полицейских, теперь успех во многом будет зависеть от сознательности населения. Елена Малютина, События.